Ну что ж, друзья мои, я рада, что вы снова со мной. Не сходим с дистанции, проверяем, повторяем и запоминаем новые слова. Поехали! На этой неделе нас ждут другие интересные и полезные слова. Recover означает выздоравливать. Recover – выздоравливать. У меня это слово ассоциируется с рис и ковёр. Представьте, что на ковёр рассыпали рис, вы туда встаёте и начинаете выздоравливать. Recover – это выздоравливать. Выздоравливать – это recover. Catch a cold – это простужаться. Простужаться – это catch a cold. Представьте, кетчуп и кола. Вы себе налили кетчуп и его едите, и колой запиваете, и вдруг простужаетесь. Простужаться – это catch a cold. Catch a cold – это простужаться. Keep fit. Keep fit означает быть бодрым. Keep fit – быть бодрым. Представьте себе скипетр и фитнес. Скипетр и фитнес. Скипетр – как посох такой, да, короткий. Скипетр. У вас в руке скипетр. Вы занимаетесь фитнесом, чтобы быть всегда бодрым. Keep fit – это быть бодрым. Быть бодрым – это keep fit. Мотивейт. Мотивейт – это мотивировать. Мотивейт – мотивировать. Ну, у нас на русском есть такое слово, да, мотивировать. Мотивейт. Поэтому они очень похожи. Представьте, когда вы себя очень замотивировали что-то делать. Допустим, да, мотивируете себя английским заниматься. Вспоминайте это состояние мотивейт – мотивировать. Desire – это желание. Desire – это желание. Представьте себе, что вы пишете диссертацию, и у вас нет никакого желания. Desire – это желание. Желание – это desire. Как слово диссертация, да, desire. Super. Health – это здоровье. Health – это здоровье. Очень похоже на слово эльф. У эльфа хорошее здоровье. Health – это здоровье. Disease – это серьезная болезнь. Disease – это серьезная болезнь. Представьте, что вы на диване, сосиска у вас во рту, и вы серьезно больны. Disease – как будто бы диван и сосиска. И вы серьезно больны. Disease – это серьезная болезнь. Серьезная болезнь – это disease. Pain – это боль. Вы пнули пень, ау, и почувствовали сильную боль. Pain – это боль. Боль – это pain. Attractive – привлекательный. Представьте себе, что аттракцион был очень привлекательным, и вас привлек, и вы захотели на нем прокатиться. Impatient – нетерпеливый. Снимок сделали пациенту, который был очень нетерпеливый. Impatient – нетерпеливый. Stressed – напряженный. Стресс – очень напряженный. Представьте себе, что у вас сильный стресс, и вы напряжены. Поэтому, да, стресс – это напряженный. Напряженный – это stressed. Strong – это сильный. Strong – сильный. Представьте себе, вы на стройке видите очень сильных мужчин, которые очень сильные. Strong – это сильный. Сильный – это strong. Супер! Вот таким образом мы придумали с вами ассоциации. Ну, а теперь давайте я буду диктовать вам слова на русском, а вы вспоминайте английский перевод. Окей, let's go! Выздоравливать. Выздоравливать. Помните, что вы делали? Рисы, ковер, и вы на него вставали, да? Recover. Recover – выздоравливать. Простужаться. Кетчуп и кола – и вы простудились. Catch a cold – простужаться. Быть бодрым. Помните, скипетр и фитнес. Вам нужно было заниматься фитнесом, чтобы быть бодрым. Keep fit. Мотивировать. Ну, это легко, на английском это также. Motivate. Желание. Вспоминайте, у вас была диссертация, и у вас не было желания ее писать. Desire. Desire – это желание. Здоровье. У эльфа было хорошее здоровье. Health. Health – это здоровье. Серьезная болезнь. Диван и сосиску. Господи, знаете. Disease. Disease – это серьезная болезнь. Боль. Помните, вы пинали пень, да? Pain. Pain – это боль. Привлекательный. Помните, аттракцион был очень привлекательным. Attractive. Attractive – это привлекательный. Нетерпеливый. Снимок и пациента. Impatient. Impatient – это нетерпеливый. Напряженный. У вас много стресса. Stressed. Stressed – это напряженный. И последнее слово – сильный. Настройки, да? Настройки нужно быть сильным. Strong. Strong – это сильный. Super. Супер. Ну, отлично. Теперь я вам предлагаю, пожалуйста, остановите видео и самостоятельно вспомните перевод каждого слова. Я надеюсь, вы меня послушались, действительно остановили видео. Ну, а мы с вами идем дальше. Я немножко усложняю задачу, буду диктовать на английском вразнобой. Ну, а вы старайтесь вспомнить перевод. Recover. Recover. Вспомните, вы на рис и ковер вставали, чтобы выздоравливать. Recover – выздоравливать. Catch a cold. Catch a cold. Кетчуп, да? Кетчуп и кола. И вы простыли. Простужаться. Это catch a cold – простужаться. Keep fit. Keep fit. Skip it or die fitness, чтобы быть бодрым. Быть бодрым – keep fit. Motivate. Motivate. Ну, это легко. Motivate – это мотивировать. Desire. Desire – это как диссертацию, нет желания писать. Desire – это желание. Health. У эльфа хорошее здоровье. Health – это здоровье. disease. Disease. Ну, давайте вспомним с вами, что вот disease – это у нас диван и сосиска, да? Диван и сосиска. И у вас вы очень сильно больны. Серьезная болезнь – это и есть disease. Pain. Вы пнули пенек, и у вас боль. Отлично. Attractive. Attractive – это аттракцион очень для вас был привлекательный. Impatient. Пациенту дали снимок, и он был очень нетерпеливый, этот пациент. Impatient – нетерпеливый. Stressed. Ну, у того, кто сильный, у кого сильный стресс, тот напряженный. И strong – это сильный. Super. Отлично. Ну, а теперь давайте с вами мы уже повторили слова, закрепили их. Да, теперь давайте попрактикуем. Let's practice. He doesn't want to recover. Он не хочет, он просто не хочет выздоравливать. I always catch a cold every season. Я постоянно простужаюсь каждый сезон. It's true. Это прям правда про меня. My friends want to keep fit. They go to the gym every day. Мои друзья хотят быть очень бодрыми. Они ходят в тренажерный зал каждый день. Why are you so motivated to lose weight? И почему-то ты так замотивирован похудеть. What is your dog's strongest desire now? Какое самое сильное желание сейчас у твоей собаки? What can you say about your health? Что ты можешь сказать о своем здоровье? What disease was the worst? Какая серьезная болезнь была самая худшая у тебя? Прямо противно вспоминать. I know. What do you do when you feel strong pain? Что вы делаете, когда чувствуете сильную боль? People who do sports are very attractive. Люди, которые занимаются спортом, очень привлекательные. It's true. It is so silly and impatient dog. Это такая глупая и абсолютно нетерпеливая собака. How often do you feel stressed? Как часто вы чувствуете себя напряженным? Is your wife a strong person? Ваша жена сильный человек? Well, thanks. Thank you very much for being with me. Спасибо большое за то, что вы оставались со мной. Мы с вами потренировали все эти слова. Ваша задача теперь их только повторять и, естественно, придумывать свои собственные примеры. Ну, я вам желаю удачи. Увидимся скоро. Bye-bye.